Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я пришла в магазин FixPrice, город Кумнар, Ленинградская область, улица Фабричная, дом 9. Посмотрим с вами, что новенького появилось. Приятного просмотра и хорошего настроения. Ой, какая красота! 79 рублей 180 мл. Это детский шампунь геля детей написано. 180 мл. Это слоник персикового цвета, фруктовый лед. Написано фруктовый лед. Привет, слоник! Шампунь геля детей от 3 лет. Парбенов не содержит. Чтобы прочитать информацию, здесь вот нужно отклеить. Я посмотрела, это Москва. Greenfield, по-моему, компания. Это котеночек, что ли, розовый. Да, привет, котик! Ну, посмотрите, какая красота с дозатором. Цена 79. По двойному ценнику сегодня стиральный порошок, который называется Irma. Упаковка 4.8, она большая, 349 по карте 297. Вот эта упаковка, она на 65 стирок. Можно для ручной использовать, можно для машинки. Она с кислородным отбеливателем. Гипоаллергенно все. Вот так выглядит. Упаковка прям тяжелая. Также по двойному ценнику можно купить стиральный порошок лоска для цветного белья. Здесь упаковка 2.1, 299, 255. Выгодно еще Bimax. 2.400 упаковка. 349, 297. Написано хорошо растворяется против пятен. Уважаемые зрители, если вы мне доверяете, доверяете моему мнению, то я, конечно же, вам рекомендую срочно бежать и по двойному ценнику покупать вот это средство для ванной комнаты. Сегодня обязательно куплю. Посмотрите, какая цена 79.64. Минус 15 рублей, а средство просто обалденное. Ванну чист, акриловую, сантехнику. Постоянно покупаю это средство, всегда его хвалю. Оно действительно работает. Вот кто пишет, не работает. Я не знаю, что вот за загрязнение. Вот классические загрязнения обычные. Помылись вы, да, там мыльные какие-то, желтизна, известь. На ура. Прям 100% рекомендую. Еще и по такой цене, по двойной. В текстильном отделе появилась стопка. Это скатерти. Стоят они 349 рублей. Размер 140 на 150. Она практически квадратная. Материал очень плотный. Написано хлопок 100%. Стирать при 30, гладить при 2. Какой-то такой интересный материал. Плотный, что тут написано. Марка Домашний Уют. Россия. Ничего не написано, да, какой материал. Город Иваново. Ну, какой-то интересный материал. Я даже не знаю, рогожка, не рогожка. Очень прям плотный. Наверное, рогожка, да? Значит, смотрите, это новогодние рисунки. Здесь вот такие шарики. Снегиречки. Очень такой праздничный, яркий вариант. И еще один вариант с синий, такими желто-золотистыми снежинками. Такая красота 140 на 150. 340 рублей. Уважаемые зрители, хочу поделиться с вами своим заказом. Вот эта большая коробочка, это из интернет-магазина Тики-Текс. Ивановский трикотаж. Огромный ассортимент женской, мужской, одежды детской. Детские игрушки, канцелярия. Творчество я заказывала. Постельное белье, комплекты отдельно, пледы, подушки. В общем, огромный магазин интернет. И, конечно же, я хочу поделиться своим заказом. Все ссылочки на свои товары я оставлю. И первое, с чего начну. Посмотрите, какая большая коробка. Потому что тут, наверное, две трети коробки занимают вот такие детские подушки. Эти подушки я заказала для приюта в качестве лежана. Есть два варианта. Вот эта подушечка называется ортопедическая. Вот она выглядит вот так, когда поступает. И размер у нее, так как она детская, 60 на 40. Мишка-топтышка. Это вот такая расцветка. Здесь вот с зайчиками. Я подобные уже заказывала для своего кота. И мне эта идея очень понравилась. Я заказала для приюта. Ивановская продукция. Все это Россия. Хлопок стопроцентный. И если вы захотите детям заказать, она здесь прям замечательная. Толстенькая такая. Смотрите, прошитая вся. Вот. Вот голову кладешь. Здесь такой бортик. В общем, она классная. Значит, какие были расцветки? Расцветки были разные. В том числе, может быть, кто-то посветлее хочет. Потемнее. Я так как для приюта заказывала, я заказывала потемнее. Значит, у меня одна расцветка с зайчиками. Вторая такая же толстенькая расцветка. Вот такие мишки. Еще у меня один вариант со звездочками. Вот, уважаемые зрители, смотрите, какие звездочки. Она точно такая же. Вот они три. Три расцветки. Сейчас покажу, какое количество заказала. Ну, и также мне приглянулись подушки потоньше. Она так и называется тонкая, 60 на 40. И расцветки заказала точно такие же. Продублировала. Толстая, тонкая, толстая, тонкая. В общем, такие же, как и эти. Значит, я вам сейчас покажу разницу между толстой и тонкой. Разница здесь очевидна. Кто для каких целей, смотря, заказывает. Может быть, в коляску как-то удобней. Детская подушечка. Смотрите. В общем, это попышнее. Вот эту вообще можно в два раза сложить. Я заказала и такие, и такие. Вот, уважаемые зрители, вот это я все заказала для приюта. Буду подготавливать. Еще там полотенца тоже буду передавать. Они хорошие у меня все полотенца. Большие, средние. Тоже вот бездомных животных, когда привозят, их купают, моют. Вытирать их тоже нужно. И обязательно пригодится. Я уже списалась. Все это, конечно же, подойдет. Возможно, вам такая же идея понравится. И вы тоже захотите сделать заказ для приютов своих городов. Я буду передавать Ленинградской области в Гачинском районе. В приют для животных. И также я еще шью свои лежанки. И тоже периодически их, ну вот как шью, так и передаю. Буду в ближайшее время шить побольше. Там, потому что большие собаки поступают. Им, конечно же, эти будут малые. Ну а дальше в моем заказе это шторы. Я в прошлый раз заказывала такую штору. Бархатная, такая красивая. А в этот раз у меня комплект. Цвет шикарный. Мне нравится пыльная роза. Цвет называется. И этот комплект состоит из двух штор. Размером 130, высота 180. Они такие невысокие. И имеются в комплекте подхват. Вот я посмотрела с этой стороны. И здесь вот как раз-таки подхваты. Это шторы от компании Натали. Вот она, Бирочка. Только обратите внимание, что есть еще вот такие штучки, что можно за что-то зацепить. Потому что если просто прихватить, они могут некрасиво смотреться. Здесь вот так вот придумали. Такое вообще я вижу первый раз. Это очень удобно. А то приходилось что-то такое прям думать. Вот такой материал. Бархат, да? Все знают, что такое бархат. И хочу показать Бирочку. Что же здесь в составе? Это 100% полиэстер Натали. Очень мне уж эти шторы понравились. Мне нужно еще одну длинную заказать. И также мне был нужен вот такой комплектик. Здесь уже пришита шторная лента. И вот так они выглядят с этой стороны. Значит, затемнение здесь не 100% они не blackout. У них затемнение, по-моему, было написано то ли 60%, то ли 70%. Но они классные. Я в прошлый раз вам их открывала, показывала, да, что они такие. Они очень нежные и приятно будут смотреться в интерьере. Да, вот здесь на этикетке как раз написано степень затемнения 70%. И у нее есть шторная лента. То есть они не blackout, но на 70% они будут закрывать. Идеально, если вы, например, не от солнца будете прятаться. Но от солнца тоже, да, подойдет. И так вот просто шторки закрыть от посторонних глаз, дом напротив, либо этаж низкий. Третий раз уже заказываю вот такую потрясающую кофту меховую. Как она нам нравится. Это мужская толстовка коричневого цвета. Я заказала коричневую, серую. Хотела заказать черную. Черных не было в этот раз. Были коричневые. 50 размер, молния у нее вот такая вот укороченная. И здесь есть капюшон. Сейчас я еще раз открою, покажу. В составе здесь полиэстер, но она обалденно теплая. Я даже не знаю, как передать. Муж у меня просто в восторге. Значит, она снаружи вся такая меховая, капюшончик. Внутри вот такой материал, очень плотный трикотаж. Здесь нам понравилось, что можно без шарфа ходить. Все это вот так вот, высокое горло. И вот молния. Можно водолазку какую-то там поддеть. Термобелье. Здесь внизу резиночка. Надпись Босс. Она тоже тут вышивка на меховом фоне. В общем, класс. Они, по-моему, то ли от 48, что ли, размеры идут. Потому что я даже хотела себе такую заказать. Но у меня она будет большевата. Если только заказать, чтобы была такая свободная. Потому что один раз на участке было холодно. Я надевала 50 и ходила. И вроде как было супер. Правда, тепло. Имеются также кармашки. Внутри они трикотажные. В общем, вот эту кофточку от души рекомендую. Вы не поверите. Третий раз. Вот она такая. Но такая она теплая. Как раз таки для нашего прохладного региона. На сайте не первый раз уже заказываю шапки. Вот прям без примерки. Нравится. Все подходят. Увидела вот такую светлую шапочку бежевую. Вы знаете, она такая бежево-золотистая. И она называется шапка трикотажная. 55 вискоза. Я, если честно, из тех людей, которым шапки сложно подобрать. Ну, здесь прям наугад. Через интернет. И все подходит. Очень нравится. Здесь вот шовчик сзади. Она такая небольшая. Она двухсторонняя. Шовчики только там, сверху. Ну, не двухсторонняя, а шовчики только сверху. Здесь она, видите, какая. Вот такая обычная шапочка светлая. Из одежды заказала еще гольфы. Вы знаете, я люблю джинсы. У меня такие с начесом. Холодно когда. И я не люблю колготки поддевать. Как-то неудобно. Особенно я вот очень много съемок в магазинах веду. Мне жарко. Я люблю либо носки, либо гольф. А здесь я увидела на сайте гольфы теплые. Производство Иванова. 48 хлопка, 20 полиамида, 30 полиэстера, 2 эластана. Вот они такие трикотажные, серые. Вот они мне подойдут. Резинка здесь. Ой, какая хорошая. Смотрите. Мягенькая такая. Замечательная. Они выше, чем носочек поддувать не будут. А то прям в колготках правда. Пишите, вы поддеваете колготки. Если тонкие джинсы, конечно, стоит поддевать. Потому что задувает только так. У нас сейчас морозы уже начались. До минус 12, до минус 10. Ну и я уже готовлюсь к праздникам новогодним. Ищу интересные идеи подарков. И увидела на сайте TikiTex наборчики новогодние. Это носочки. Значит, это женский вариант. Это мужской. Это я заказываю уже в качестве подарка. Знаете, презента. Женские носочки называются Рождество. Там, кстати, разные были варианты. И размер 23-25. Три пары в упаковке. Хлопка 71, 20 полиамида, 7 полипелена. Да, получается 2% эластана. Наши российские носочки. Значит, вот такая расцветка. Вот они обычные. Обычные. Обычные длины. А здесь, смотрите, с Дедом Морозом. Один такой веселый. Один с подарками. В общем, такой новогодний вариант. Здесь размер 40-47. Три пары. Такой же, да, состав. 71 хлопка, здесь 70. Чуть-чуть состав другой. Вот. Женский и мужской вариант. Замечательные будут. Презентики. Как я сказала, что на сайте Тикитекс можно заказывать не только одежду постельную и прочие принадлежности. Можно интересные товары для дома, для машины. Вот в разделе автотовары я зашла и увидела чехол на сиденье для машины. Цвет антрацит, это темно-серый. Был еще цвет коричневый, цвет черный. Светло, по-моему, серый. Вы посмотрите. Это такой кармашек, который вешается на спинку переднего сиденья. Вот вообще какие бывают цвета. Тут оказывается и розовые, но розовых я не видела. За подлокотник он цепляется и свисает. Два кармашка сверху. Потом вот под бутылочки, еще подо что-то. Сейчас мы с вами посмотрим. Значит, здесь вот липучка, вот сверху. Вообще материал такой не толстый. Видите, какой материал? Не очень толстый. Кармашек хороший, серый. Мы заказывали под цвет салона нашего. Здесь вот такая липучка. Вот один карман что-то положить. Второй. Ну, видишь, такая правда интересная. Здесь вот нарисована бутылочку. Можно поставить такие объемные кармашки. Их нужно распарить. А здесь то ли салфетница. Посмотрите. Да? Как будто бы салфетки влажные сюда можно засунуть. Очень похоже на это, да? Вот сюда вставляется пачка с салфетками, да? Даже можно бумажные вытяжные, либо влажные. Вот упаковка. В общем, класс. И руки вытереть, и бутылочку поставить. Это, знаете, кто долго в машине с детьми. Вообще великолепно. В общем, таких кармашков я заказала два. Вот у нас будет вот как вот здесь. Вот два повесим. А вот он еще большой пропустила. Большой карман внизу. И здесь вот такие крепления. В общем, за что-то нужно еще тут будет зацепить. За низ, да, наверное? Да, цепляется за низ. И кармашек этот прям не болтается. И так вот будет функционально висеть. Из интересных товаров заказала календарь. Символ года. Там они были разные, без возможности выбора картинки. Ну, календарик и календарик. И у него интересно то, что он тоже, по-моему, тройной. Но он маленький. Смотрите, какая прелесть. Вот он. Крошечный. Он не такой большой, как стандартный календарь. Но, в принципе, мне бы и такой подошел. Этот я заказала для своего рабочего стола. Возможно, я его подарю. Потому что он классный. Здесь вот все это двигается. Как тут крепится. Потому что крепится везде по-разному. Здесь, смотрите, просто степлер. Бывает резинка. Бывает просто края цепляются. Вот у меня на 2023 год просто цеплялась. В общем, классно. Пересмотритесь. Может быть, вам большой. Большой. А вот этот подойдет. Мне была нужна корректирующая лента. Я ее заказала. В прошлый раз я заказала ручки. Тоже там большой выбор канцелярии. В магазине Tiki Tech. Длина 10 метров. Ширина 5 миллиметров. Моментальное исправление. И функция подкручивания. Вот такая полезная штучка. И еще в канцелярских товарах я заказала две вот такие раскраски. Помните, в прошлый раз я тоже заказывала. Это вот антистресс раскраски. Но они были тоненькие. По-моему, было 24 листа. Вот эти новые поступили. 50 листов должно быть. 56 листов. Кототерапия. Одну я себе заказала. Одну в качестве подарка. Такая замечательная книга. Кототерапия толстая. Обложка блестящая. Формат А4. Здесь одни сплошные котики. Я уже заказывала. Один наборчик подарила. И карандаши тоже купила. Подарила. Сразу подарила. Карандаши и блокнот. Вот. Вот все, что здесь. Здесь котики. Кототерапия. Вот еще такие маленькие закладочки. 8 цветов по 25 листов. Они липкие. Мне они нужны для работы. Ну, закладочки. Вы знаете, их можно даже книгу. Вот вы читаете. Вместо закладки она липкая. Прилепила. Либо какой-то момент интересный в книге. Вы хотите запомнить, да? Какую-то фразу интересную. Да и вообще для чего угодно. Какие-то пометки делать в документах. Ну, здесь у меня в коробке еще остались тоже хорошие товары. Вот такие. Новая кисточка силиконовая в виде мишки и лопатка. Называется она, по-моему, ну, такая вот для нанесения масок. Значит, здесь вот она как лопатка. Это все мягенькое такое, силиконовое, прорезиненное. А здесь мишка. Причем пупырышки такие здесь более короткие, а здесь такие частые. Здесь редкие, а здесь вот такие частые. Смотрите, какая она мягенькая. Это вот умываться, да? Для кожи полезно. А эта штучка маски наносит, либо размешивать тоже это все. Пригодится. Потом у меня еще две мочалочки. Одна мочалка-руковичка для тела. Фирма «Домашний сундук». Вот так она выглядит. Здесь вот есть описание, что она обладает активным пилинговым действием. В общем, она отшелушивает, освобождают клетки отмершие. В общем, она классная. Хлопок, полиэстер и нейлон в составе. Вот так она выглядит. Здесь такая резинка удобная. Она не спадает. Думаю, что хорошо будет кожу чистить. Она немножко такая жестковатая. Так она выглядит внутри. Мне кажется, вот за счет вот этого материала будет хорошо создаваться пена. В общем, такой у меня еще не было. Буду тестировать, пробовать. Она такая широкая, кстати, и на женскую, и на мужскую руку подойдет. И еще вот такую. Первый раз заказала. Новенькая тоже появилась на сайте. Это варежка для лица и тела. Здесь вот можно почитать описание. Рекомендации даже какие-то есть. Постирки, да. Интенсивно обновляет кожу. Это тоже как скраб будет действовать, как скраб. Это совершенно другое качество. Видите, они абсолютно разные. Разные будут, ну, оказывать, да. Такая интересная, знаете, прям как полотенце, только она жесткая. Как жесткое полотенце. Внутри то же самое. Вот она тут везде. Одинаковая. Ну, буду пробовать. Моя коробочка опустошилась. Показала вам все, что я заказала на сайте TikiTex. Все очень понравилось. Котику коробочка понравилась. Обязательно переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании под видео. И от моего канала будет промокод на скидку 5%. Звучит он так. Юлия канал для добрых людей 1. И промокод действует в течение 7 дней с даты выпуска ролика. То есть с 1 декабря по 7 декабря включительно. Вазочки мы с вами вот эти смотрели стеклянные большие, которые слева по 249, по 199 тоже не так давно поступали. У них горлышко русское, а сама вазочка такая широкая. Сегодня привезли такие, знаете, как мини-аквариумы. Иногда где-то в медицинских центрах такие конфеты кладут. Ну, называется это ваза. Кругленькая такая. Мини-аквариум. Это по шабах чип производит российское производство. Высота написана 10,2. Она такая небольшая. Флора. Симпатичная. Как вазу. Для чего ее использовать? Пишите. Может быть, какие-то у вас будут единицы. На 199. Ну, для тех, кто спрашивал фоторамки большие в фикс-прайсе, прибегайте. Привезли большие. 30 на 40. Больше я не встречала. Стоят они 249 рублей. Они серебристые, золотистые, черные, белые. Вот такие. Полистирол, стекло. Вот это стекло. Вот на всех рамках фикс-прайсе стекло. Бумага, МДФ и сталь. Вот так они выглядят. Вот если здесь посмотреть, видите, они тут белые, серебристые, золотистые и черные. А по 149 к новому году привезли ангелочков. Они стоят в отделе, где декор. Вот так продаются штучно. По-моему, они там с различными музыкальными инструментами. Кто посещает фикс-прайс, тот в курсе. Такие были в прошлом году, позапрошлом. Очень симпатичные. Здесь хороший материал полирезин. Вот в таких пакетиках продаются. Ну, высота, наверное, сантиметров 10, да? Здесь 12, может быть. Покажу вам несколько вариантов. Видите, музыкальные инструменты разные. Так сами по себе они белые. Там еще есть просто очередь. Вот все, что успела взять. Ну, а я уже в детском творчестве увидела интересные наборчики по цене 59 рублей. Такая яркая упаковка. Это Микки Маус. Называется набор для вырезания 10 новогодних украшений из бумаги. И схема указана, что внутри. Вот если посмотреть, здесь прям все подробно расписано. Вот так я вам покажу, что здесь указано, как это все складывать. Все схематично. И написано так мелко, правда. Я нашла единственное, что это российское производство. Город Ростов-на-Дону. Ну, а помимо Микки Мауса есть еще Холодное сердце. Здесь, вот знаете, Микки Маусы тоже в нескольких вариантов представлены. Вот, например, Холодное сердце тоже. Несколько вариантов. Новогоднее украшение из бумаги везде написано. Вот. Любой наборчик цена 59. А здесь вот еще увидел такие пакетики. Спрятались они. Две наклейки. Это наклейки на одежду с символом года с драконом. Две штучки. Цена 55 рублей. Это мы все с вами в рукодельном отделе. Термонаклейка на одежду. Количество две. Вот утюгом, наверное, проглаживаешь ее. Плестр в составе производства. Это Китай. Здесь наклейки разные, но они все с драконом, с символом года. Обратите внимание на новые ящики для хранения. Ящик, а он небольшой. Всего 2 литра. Цена 79. Это вот за такой органайзер с крышкой. Новая какая-то компания. Написано Lidx Company. Россия, Московская область. Размер указан 19 на 15,3. Высота 9,8. Материал полипропилен. Эта коробочка не для пищевых продуктов. Это для хранения чего-либо. Вот такой цвет зеленый. Такие даже ножки небольшие. Крышка практически прозрачная. Вот так вот она плотно закрывается. Крышка здесь не просто закрывается, да, прикладывается. Видите, вот эти пазы. Крышка должна войти вот в этот паз. И тогда она защелкнется. И это с двух сторон. Коробочки приехали в трех цветах. Вот это серо-бежевый, светло-серый. То, что мы с вами посмотрели. Зеленый. Видите, они как хорошо друг на друга встают, если сделать какую-то организацию. По 79 рублей. Вот, смотрите, какая красота. Мне прям очень понравилось. Среди такого роднообразия увидела новые ножи. Например, нож за 79. Называется он кухонный для овощей. 23 сантиметра. Вот так выглядит этот нож. Длина лезвия здесь 12,5 сантиметров. И вот им хорошо нарезать будет овощи. Производство это Китай. В составе сталь нержавеющая, полипропилен и АБС пластик. Лезвие позволяет получить аккуратные кусочки и слайстую. Должен он, написано, резать тонко. Вот так я вам покажу, какая тут заточка. Надеюсь, вам видно. Из этой коллекции привезли ножи большие. Вы знаете, они прям огромные. 33 сантиметра. Цена 124. Прям кинжал. Очень длинный нож. Лезвие 21 сантиметр. Он универсальный. Это рыба, мясо и овощи, колбаса. Гигантский нож за 124. Такого я еще не встречала. Даже не знаю, будет ли таким удобно. Пишите, у меня дома такого большого нет. Есть еще поварской, но у него немного ручка другая. Лезвие 21 сантиметр. Ну-ка, давайте сравним. Да, он такой же. 34 сантиметра. Это 33. Вот этот еще длиннее. Он сам по себе длиннее. Лезвие, по-моему, такое же. Да, 21. Тоже стоит 124. Причем здесь ручки. Смотрите, какие зеленая такая ручка. Такого я еще не встречала большого. Дальше посмотрим кружки. Здесь снова новые кружки. Например, вот такие с собачками. Стоят они 116 рублей. Объем 450 миллилитров. Новогодняя коллекция это фаянс. Она, знаете, беленькая, но не белоснежная. Какая она красивая. С такими, как снежинками, золотистыми ободочками. Собачки тут разные. Одна порода, но она с двух сторон. Какие есть собачки. Смотрите, может быть, у вас такая есть порода. Очень красивые. Там вот с ушками. То есть, с одной стороны такая собачка, и с другой еще вот такая. Вот это прям популярная порода. Сейчас прям часто встречается на улице. Вот так она такая вроде. Как форма стандартная. Цена 116. Уважаемые зрители, снова привезли красоту. 199 рублей. Это кашпо для праздничных композиций. Оно пластиковое. Диаметр 13, высота 11. Состав пластик написано. Российское производство. Нет, это Индия. Это Индия. Представляете? Из Индии. Это ручная работа. Такие уже привозили. Я точно помню, в Гатчине еще предыдущая поставка. Такие есть в продаже. Я недавно вам показывала. Это вот поставка новая. Здесь элементы бисер, зеркало, бусины, вставки. Это очень-очень красиво. За 199 рублей. Ну и помимо такого золотистого красивого кашпо. Вот я прям вот так положу, чтобы вы смотрели. Есть еще серый цвет, кашпо серебристая. Такой же рисунок, да? Элементы вот зеркала. Очень красиво. Есть еще белый цвет, бисер белый. Тут не очень большое количество, если вдруг вы захотите купить. Мне очень понравилось золотистое. Я еще в прошлый раз думала взять, не взять. А это, оказывается, Индия. Рекомендую. Очень красиво. Какой интересный коврик. Это знаете, где электротовары? Коврик для мышки компьютерной. С кочками написано. Дела сами себя не сделают, но и сериал сам себя не посмотрит. Стоит он 79 рублей, я как понимаю, да? Коврик для мышки, да. 79 рублей. Но он такой хороший, большой. Ну классический коврик. Пишите, кто пользуется ковриками. Мне кажется, ими давно никто не пользуется. Но, возможно, и пользуется. Производство это Китай. Резина и полиэстер. Значит, есть вот такой. С листиками. Девушкам, может быть, понравится под интерьер какой-то. Остальные такие космические. Какая-то новая партия, потому что в прошлый раз они были такие космические все. Вот такой еще яркий. Вот такой еще есть с потрясающими котиками. Тут целая банда такая за 79 рублей. Никаких надписей. Просто обычный коврик. Цена 79. Новая партия губок. Губки такие красивые. Черно-белые. Единственное, у них вот здесь на одной губке сиреневый цвет. А так вот кто не любит цветные, они практически прям такие черно-белые. Написано профильные, с выемкой. Темная фибра для сильных загрязнений. Российское производство. Это Ленинградская область, Гатчинский район написано. Дружная горка. В общем, это где-то тут рядом. Цена наборчика 33 рубля. Ну, а я хочу поделиться своими покупками. Сразу покажу, что я купила вот это средство. Хомстар. Это средство чистить ванну. Я прям от него в восторге. Всем рекомендую. Два взяла. Два взяла, потому что по двойному ценнику прям выгодно. И так недорого. А тут прям совсем выгодно. У меня, кстати, есть еще новая упаковка. А одна, в общем, у меня получится 3,5 сейчас. Пусть будет с Роси там хорошие. И еще повторила, купила вот такие конфеты. Стоят они 99 рублей. Это как вот эти батончики Ротфронт, как соевые что ли. Кто-то любит, кто-то не любит. Я такие не люблю, их даже не пробовала. А мужу покупаю уже в фикс-прайсе третий раз. Вот они в фикс-прайсе стоят 99 рублей. А мы такие покупали, по-моему, то ли в Маяк в магазине, то ли мы покупали в магазине Чеснок в Гатчине. Они там стоят 79 рублей. Намного дешевле. В общем, просто закончились взяла. Ну, а, конечно же, в следующий раз я куплю уже в другом магазине подешевле. Я тоже выбираю, где подешевле. Потому что, конечно же, тоже экономлю. И за один и тот же товар переплачивать не хочу. Ну, а на сегодня свой обзор я уже заканчиваю. Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал, посмотрели этот обзор. Хорошего вам всем настроения. Не забывайте подписываться, если вам нравятся мои ролики. Ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы. Переходите на YouTube, переходите на Zen. Всего доброго, всего хорошего. До следующего обзора. До свидания.